Транспорт, въезжающий в Данию из Германии, с понедельника подвергается выборочной проверке. Накануне соседняя Швеция восстановила контроль на своих границах. Эти страны нарушают Шенгенские соглашения в связи с наплывом мигрантов. Представители Копенгагена, Стокгольма и Берлина были срочно вызваны в Брюссель. С ними побеседовал в среду Еврокомиссар по миграции и внутренним делам. «Мы все согласились, — сказал Дмитрий Саврамопулос, — что свобода перемещения в Шенгенской зоне должна быть обеспечена как для граждан, так и для экономики. В Швецию, в основном через Данию, прибыло в прошлом году более 160 тысяч беженцев. Это наибольшее в Евросоюзе число в отношении местного населения. Министр юстиции и миграции заявил, что шведские власти не справляются с предоставлением такому количеству иностранцев жилья, доступа к здравоохранению и образованию. «Только детей без сопровождения взрослых прибыло в Швецию за последние четыре месяца 26 тысяч. Для них требуется тысяча школьных классов, — сказал Морган Юханссон. Из этого можно видеть, какой острой была ситуация осенью. Я не хочу ее повторения». «Наша проблема сейчас в Европе — это бездействие пограничного контроля, особенно на границе Греции и Турции, — сказал представитель немецкого правительства Оли Шрёдер. «Мы должны правильно применять общеевропейскую систему предоставления убежища. А пока даже отпечатки пальцев не снимаются должным образом. Механизм расселения по ЕС не функционирует. Из 160 тысяч беженцев, скопившихся в Греции и Италии, удалось вывезти в другие страны ЕС только 272 человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова